Диагностика рака, прокреет против искусственного интеллекта, а нейросетные песни в топах. Эти и другие события в выпуске новости нейросетей за август. Кстати, у меня на прошлом выпуске 100 просмотров. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, буду благодарна за лайк, комментом, репосты, что-то подобное. Спасибо вам. Дональд Трамп запостил и фото поклонников Тейлор Свифт, поддерживающих его компанию. Постя на Truth Social, Трамп поделился скриншотами четырех постов из Твиттера, на которых якобы изображены несколько молодых женщин, одетых в футболки Twifters for Trump. На одном из скриншотов утверждалось, что поклонники Тейлор Свифт теперь поддерживают Трампа, после того, как Тейлор Свифт отменила свой концерт в Вене из-за проблем безопасности. На другом же изображении была фраза «Тейлор хочет, чтобы вы голосовали за Дональда Трампа». А мы помним, что на самом деле Тейлор никогда его не поддерживала и наоборот критиковала. И несмотря на то, что старалась обычно поддерживать нейтралитет, на последних выборах она поддерживала Байдена. Гитхаб представили маркетплейс моделей машинного обучения Models, который должен стать конкурентом Hugging Face. Проект пока тестируется, но можно подключиться к листу ожидания. Из преимуществ Models. Пользователи смогут протестировать нейронку в песочнице и только потом перенести код в VS Code или Code Space. Возможна интеграция с Azor и другими привычными сервисами для разработчиков. Площадка уже предоставляет доступ более чем к 20 нейросетям, включая GPT-4O, GPT-4O Mina и Lama 3.1. Библиотека будет пополняться, а добавлять в нее модели смогут и сами разработчики. OpenAI покинул еще один основатель. На этот раз Джон Шульман. Он занимался обучением GPT и безопасностью, а теперь уйдет к главному конкуренту Anthropic в мере сетки от Клауда. Тем временем руководитель Грег Брокман отправился в отпуск на 11 месяцев, так как устал за последние 9 лет работы в компании. Понимаемо. Итого в OpenAI из 6 основателей сейчас остался один Сэм Альтман. В Германии и песня покоряет топ-чарты. Трек Прямо сейчас занимает 74-ю строчку в топ-100 Джормани в Apple Music. Это сатирическая песня о талахонах, новой субкультуре в Германии, вокруг которой в последнее время разворачивается много споров. Фактически это подростки гадстеры, как правило с аккаунтами в ТикТок. А вы ждите теперь мой альбом на Spotify и Apple Music. Техноблогер Маркус Брунли показал функцию AddMe на новых смартфонах Pixels. Оно избавляет пользователей от неловких моментов, когда нужно подходить к прохожим и просить их сфотографировать вас с друзьями. Интроверты, ставьте класс. Просто сфотографируйтесь по очереди, следуя инструкции. Камера будет запоминать расположение предыдущих героев снимка и подскажет, как удачно встать. Затем и объединит всех на одном фото. Но вопрос, как фотографироваться в обнимочку? Там, я не знаю, парочками поцелуйчиками или друзьями, ну вы же там стоите, руки на плечи закинули. Что делать? Сложно, сложно. Ждем следующих обновлений. MidJourney теперь доступен не только в Дискорде. Они выпустили веб-редактор. Можно менять параметры и детали сгенерированных картинок прямо в браузере, не переключаясь между кучей программ. Photoshop ставит дизлайк. Ключевые функции редактора, помимо основных, это масштабирование, изменение цветов, выделение и удаление отдельных объектов. Не сказать в целом, что что-то сильно меняется по сравнению с Дискорд версией, но какие-то функции стали чуть удобнее. Плюс снова открыли тестовый доступ для новых пользователей. Прокреейт отказывается от нейросетей. Гендиректор приложения Джеймс Куда возмущен тем, что технология лишает творчества человечность и человечества творчества. Мы никогда не внедрим генеративно. И мне не нравится то, что происходит с индустрией и что она делает с художниками. Дизайнеры и создатели наших проектов это всегда люди. Креативное сообщество, естественно, встало на сторону Джеймса. Его ролик собрал 7,5 миллионов просмотров, 77 тысяч лайков и 25 тысяч репостов меньше, чем за сутки. Что является хорошей позицией, если ты директор приложения для художников. Условно, если ты продаешь холсты, ты не будешь поддерживать диджитал художников и говорить, типа, давайте пересаживаться на графические планшеты. М-м-м-м. OpenAI объявили о партнерстве с издательством Condenast в обучении SearchGPT. Это значит, что и поисковик будет выдавать новости, и аналитические статьи Vogue, The New Yorker, GQ и еще более 10 крупных журналов. Скорее всего, SearchGPT будут учить факт-чекингу, быстрому поиску информации. По крайней мере, мы на это надеемся. YouTube добавил новую и функцию, которая поможет пользователям восстанавливать взломанные аккаунты. Ассистент задаст пару вопросов и расскажет, как вернуть и защитить аккаунт от хакеров в будущем. Пока доступна только на английском языке. Но что-то меня пугает эта функция. Как раз таки новыми способами взлома. Ну, будем следить за развитием событий. 11 Labs обновили. Reader. ИИ-приложение с аудиокнигами. Теперь есть поддержка русского языка. Доступна по всему миру и одинаково хорошо работает на iOS и Android. В приложении можно слушать любой текст. Книгу, статью, файл в формате PDF. Все в режиме реального времени озвучивает нейросеть. Ну что, как вам? Понравилось? Все меня заменяют нейросети? Или еще можно чуть-чуть пожить? Google открыли пользователям James создание кастомных чат-ботов на основе Gmini. Можно создать или выбрать из готовых модель для определенных задач. Или можно создать помощника в обучении, генераторе идей, ассистента по программированию или просто по жизни, редактора и так далее. Можно даже настроить параметры ответа в чат-ботах на выбор, знающий, непринужденный или дружелюбный. Но доступен James пока только по подписке. OpenAI готовится выпустить сразу два масштабных проекта Strawberry и Orion. Они могут выйти уже осенью. Про клубничку мы с вами уже говорили в прошлых выпусках. Strawberry научится рассуждать и выполнять автономные исследования в интернете, решать более сложные математические задачи и программировать. Проект Strawberry будет генерировать базу для обучения Oreo, которая уже заменит GPT-4. Модель будет использовать новые алгоритмы, поэтому и точность ответов и обработка информации станут на уровень выше. Команда Quen из Alibaba Cloud представила Quen2Math – серию больших языковых моделей, специально разработанных для решения сложных математических задач. Строгая оценка на английских и китайских математических бенчмарках выявила исключительные возможности Quen2Math. В частности, флагманская модель Quen2Math 72B Instructor превзошла производительность фирменных моделей, таких как GPT-4O и Cloud 3.5 в различных математических задачах. Ждем запросы от школьников вместо ГДЗ по математике, нейросеть по математике. Компании Page и Microsoft представили очередной крупный прорыв в области клинического и для диагностики и лечения рака. VirCode 2 и VirCode 2G – усовершенствованные версии революционных моделей для диагностика онкологической патологии. Модели основаны на огромном наборе данных, которые накопила Page. Page собрала более 3 миллионов патологических слайдов из более чем 800 лабораторий 45 странах мира, на которых и обучались модели. Такой объем данных, что неудивительно, очень полезен. Эти данные были получены от более чем 225 тысяч пациентов. И это действительно впечатляющее и полезное использование нейросетей. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите ваши мысли в комментариях. Поддержать меня можно лайком, подписком, ну и на нашем бусте. Тех, кто меня уже поддерживает, вы можете видеть на экране. Спасибо и большой поклон всем этим великим людям. А с вами была Ксен, и мы увидимся с вами уже в следующем месяце. Субтитры сделал DimaTorzok